Рекламно-информационная программа Слушайте доктора Добрый день, это программа «Слушайте доктора» у микрофона Вера Власова. Сегодня мы поговорим о теме, которая напрямую связана с нашими ногами и ножками. Лето выдалось в Кирове, слава богу, жарким, прекрасным, с погодой повезло, и кто-то мог почувствовать некоторые симптомы, которые так или иначе связаны с различными заболеваниями ног. Об этом мы сегодня и поговорим. В гостях у нас врач-хирург, заведующий хирургическим отделением Кировской городской больницы номер 2, Константин Владимирович Койков. Здравствуйте, Константин Владимирович. Здравствуйте. Итак, различные симптомы. У кого они проявляются? Наверняка не только у женщин, как по себе можно судить. Такие симптомы могут быть, и такие заболевания, как варикозное расширение вен, могут быть. Вот расскажите, насколько здесь влечен еще мужской пол? Ну, сама по себе варикозная болезнь встречается не только у женщин, но и у мужчин. Конечно, в пропорциональном соотношении в основном эта болезнь женская, но и встречается, конечно, и у мужчин. Вот о проявлении варикозной болезни, то есть симптомы тяжести, отечность в ногах, судороги, вот эти симптомы, они не специфичны, и они не обязательно связаны именно с варикозной болезнью нижних конечностей. Ну, к примеру, да. Вот, поэтому, если такие проявления встречаются у людей, то надо пройти обследование. Обратиться к специалисту. Обратиться к специалисту и определить причину этих симптомов. Ну, сейчас мы еще по вопросам пройдемся, да, и конкретно по многим симптомам поговорим. Расскажите, пожалуйста, а почему вот именно женщинам такое счастье выпало, что именно женщины чаще всего встречаются с подобным, с подобного рода симптомами? Вообще варикозная болезнь – это заболевание, в основе которого лежит нарушение… Обмена веществ, наверное, какого? Нет, не обмена веществ, нарушение свойств эластина, который входит в состав стенки вены, вот, и в основном это связано все-таки, должны быть какие-то генетические предрасположенности. Вот, но одна генетическая предрасположенность, она не приводит к развитию варикоза, нужны еще произведящие факторы. Вот, что в основном у женщин, встречаясь наиболее часто, как произведящий фактор – это беременность. Вот, при этом происходит… Там отеки ног часто встречаются, да? Отеки ног – это уже вторичное проявление. Вот, а причина развития варикоза чаще у женщин при беременности – это с давлением беременной маткой сосудов нижней конечности и нарушение оттока крови, за счет чего происходит разрушение клапанной системы. У мужчин тоже встречается варикозная болезнь, но гораздо реже. Вот, у них провоцирующими факторами, конечно, чаще всего являются тяжелые физические нагрузки или статические нагрузки, что, в принципе, в конечном итоге приводит к таким же проявлениям. Статические, да, это иметь в виду сидение на месте? Это длительное нахождение в сидячем положении или стоячем положении вертикальном при отсутствии движений. У нас устроена венозная система в ногах таким образом, что из нее происходит отток за счет работы мышц в нижних конечностях. Если этого не происходит, то отток затрудняется, что приводит к появлению расширенных вот этих узлов, ну и вторичного выхода форменных элементов крови из просвета сосуда, задержки жидкости и появлению вот этих симптомов тяжести, отеков, ну и в тяжелых случаях развития даже язв. Угу, даже язв. Ну это уже как крайняя степень венозной недостаточности развития трофических венозных язв нижних конечностей. Да, ну давайте конкретно по симптомам пройдемся. Ну вот то, что некоторые могут почувствовать, тянет ноги, особенно после трудового дня, рабочего дня, приходит кто-нибудь домой и ощущает, что вот ноги тянет, либо даже на работе, либо на отдыхе, допустим, ходьбы. То есть что это может быть? С чем это связано? Ну, тяжесть, судороги, тянущие ощущения в ногах – это не обязательно проявление варикоза. То есть это может быть у нормального здорового человека, когда длительное время находится в вертикальном положении. Это может быть связано с естественной усталостью. То есть если такие симптомы появляются, то, конечно, надо обратить внимание на внешний вид самой венозной системы. В начальных стадиях может появляться небольшая сеточка, которая потихоньку превращается в более… Богровенькая такая, да? Ну, как расширение капилляров кожной, именно самой кожи. В последующем более значительное расширение, появление узлов. Ну и, конечно, при наличии симптомов, которых вы сказали, и при наличии вот таких внешних изменений со стороны вен, это можно считать, что как проявление варикозной болезни нижней конечности. И вот именно этих симптомов я к тому, что тяжести и отёки, это не обязательно связано с варикозом. Это может быть связано и с обменными нарушениями, и с электролитными нарушениями. И если вот летом жарко, избыточная инсоляция и недостаточное потребление жидкости может приводить к сгущению крови, к нарушению перфузии тканей и вызывать аналогичные же симптомы. Если человек почувствовал вот этот симптом, да, что ноги тянет, либо мышцы сводит, что делать? Ну, если это связано с избыточным, вернее, с малой подвижностью, то лучше необходимо походить. Какое-то походить, размяться, да? Да. То есть вены на ногах у нас любят, когда человек ходит. Поэтому после работы сидячей лучше всего, лучше отдыха это пройти спешком. Да и в процессе, наверное, тоже, да, изредка лучше вставать, проходиться как-то по коридорам. Вот. Ну, если есть такая возможность, да, конечно, в течение, ну, примерно часа статической нагрузки желательно провести какие-нибудь физические действия. Вот. Можно, ну, если есть возможность, то после рабочего дня сходить в бассейн. Бассейн – это очень положительное, оказывает воздействие на вообще работу всех систем, и дыхательные, и сердечные, в том числе, и кровообращение в конечностях. При плавании, например, работают все группы мышц, и происходит вот восстановление этого. То есть даже если человек устал, бассейн никогда не помешает, правильно я понимаю? Ну, здесь не имеется в виду спортивные нагрузки, а именно ради отдыха. То есть не для достижения целей каких-то высоких результатов, а для работы всей группы, всех групп мышц. Для отдыха через работу? Ну, смена работы, если отдых. Да. Бывают ещё такие ощущения в ногах у некоторых, когда вот мышцу прям сводят и до судорог. В этом случае некоторые специалисты советуют потянуть мышцу. Да, что это такое, откуда это берётся, и как вот на самом деле с этим бороться? Судороги – это тоже не патагномоничный симптом варикозной болезни. Он встречается при различных заболеваниях, и нередко это является симптомом электролитных нарушений. То есть недостатком может быть связано магния. То есть он так резко выразился, нет этот недостаток магния, да, что вот прямо вот в одну секунду? Ну почему нет? Судорог – это же всегда острый процесс. Да. Но он не развивается на пустом месте. То есть есть предпосылки. Либо это варикозная болезнь с нарушением оттока и венозной недостаточностью, либо такие-то неврологические нарушения, то есть связано с патологией периферической нервной системы, либо с патологией с нарушением обмена веществ и с электролитными нарушениями, калия, магния в том числе. И это может быть как проявление недостатка магния. Вот отсутствие варикоза на ногах и наличие судорог – это может быть связано с этим. Поэтому тут определиться незнающему человеку самостоятельно сложно. Поэтому если такие проявления встречаются регулярно, то есть ежедневно, то лучше обратиться к врачам и провести обследование, определиться с причиной этого. Да, подойдём всё-таки в сторону уже варикоза. Да, перейдём. Много мы уже о нём говорили в наших программах. Вы уже доступно рассказали, понятно очень, откуда он берётся, как это всё проявляется. Профилактика именно варикозных заболеваний, появление таких вот сеточек, про которые вы говорили. Ну, с учётом наличия наследственности у пациента, то есть можно предположить, что и у самого человека, у которого есть наследственность, может рассоедиться варикоз. Поэтому, ну, с целью профилактики основной, конечно, это двигательный режим. Вот. Если только появляются начальные признаки варикоза, то есть появление этой мелкой сеточки, когда ещё не требуется никаких оперативных мешательств. И чтобы задержать развитие вот этих тяжёлых проявлений венозной недостаточности, нужно носить всё-таки компрессионный трикотаж. Даже летом? Ну, это сложно. Это сложно. И когда жарко, это некомфортно. Но с учётом нашей территории, у нас лето всего три месяца в году. Ну, слава богу, что они и то есть. А остальное время довольно прохладно, и компрессионный трикотаж эффективен. То есть ли там всё-таки можно его не носить? Если... Дотибиод. Ну, всё зависит от, насколько выражено проявление варикоза. Вот. Если варикоз значительный, и если симптомы выражены, то, наверное, пациенты либо испытывают им вот эти симптомы тяжёлые, некомфортные, либо компрессионный трикотаж с облегчением. То есть это решит сам пациент. А ещё до обнаружения таких тяжёлых симптомов, необратимых? Ну, в плане... Вот именно в плане профилактики, да. Образ жизни, ясно. Образ жизни, значит, питание. В принципе, какой-то специальной диеты, которая бы могла... Спасла от варикоза. Спасла от варикоза, её нет. То есть питаться можно всем, но, естественно... Винтаминчиков, может, каких-то побольше? Нет, ну, одни витамины тоже тут не приведут к избавлению. Ну, понятно. Ты не панацея. Для профилактики каких-то отдельных витаминов принимать не надо. Это, в общем-то, ничего не даст. Полноценное, разнообразное питание, и в нём достаточно витаминов тех, которые необходимы. Ну, витамин С, он поддерживает состояние венозной стенки. Да, витамины Е, витамины группы Е. Это растительные масла, вот, значит, антиоксиданты. Растительные масла, причём это, наверное, даже не столько подсолнечные оливковые. И подсолнечные, кстати, богато. Или неное масло, очень хорошо, да, услышала. Вот. Что, как бы, совсем нельзя, такого тоже нет. Можно всё, но в ограниченных количествах. Вот. Нельзя, когда... Нельзя употреблять в пищу очень крепкие чаи, крепкий кофе. Да, интересно, почему? Ну, вызывает обменные нарушения и сгущение крови может вызвать. С вытягиванием влаги, да, это связано? Да, да. Вот. Наверное, солёное очень тоже нельзя. Соль задерживает жидкость избыточно. Вот, то есть... Также к этим продуктам, наверное, можно отнести творожок, только нами любимый, который тоже... Ну, я говорю, что можно всё, но в ограниченных количествах. А вот травы некоторые там рекомендуют, какие-то там особенные травы пить. Вы слышали что-нибудь об этом? Ну, тут я особо ничего не скажу, потому как дела с травами не имею, и личного опыта применения каких-то трав нет, поэтому... Не практикую, не понятно. Не практикую, да. Но... У вас другая работа. Я думаю, что нет всё-таки таких ни местных препаратов, ни фармпрепаратов, который бы конкретно принял таблеточку и варикоз исчез. К сожалению, такого нет. Все травы, все местные препараты, все флеботоники, они облегчают симптомы, они действуют на симптом. Это вот эти гели, крема, которые нам рекомендуют от тяжести в ногах. Это снимает, уменьшает симптомы венозной недостаточности, но не устраняет само изменение стенки вен и не убирает вот эти узлы. То же самое и с травами. Если кто-то практикует это, то тоже воздействует на симптомы. Оно не является средством профилактики, оно снимает симптом всё-таки. То есть даже если ещё варикоза, как такого выраженного, нет, и принимать какие-то препараты, это не избавит от того, что может развиться он дальше. Но может облегчить самочувствие, облегчить эти симптомы, уменьшить тяжесть, могут прекратиться судороги вот эти. Но избавить от варикоза нет, к сожалению. В такие моменты, как опять-таки возвращаясь к народной медицине, контрастный душ. Ну вот контрастный душ, и он как раз полезен и эффективен, особенно когда вот именно появляются первые вот эти симптомы усталости, тяжести к концу рабочего дня. Это стимулирует сосуды, улучшает отток. То есть то же самое, что мы с вами про бассейн, в принципе, говорили. Ну, когда варикоз выраженный, и варикозные вены большие, и контрастный душ может спровоцировать развитие тромбов. То есть вот избыточный перегрев и быстрое охлаждение в расширенных венах может спровоцировать тромбы. Если человек понимает, что вены уже расширены, то лучше относительно их нормального состояния, да, будем так говорить, то лучше бы контрастного душа избегать. Наверное, так же, как и долгого пребывания на солнце, да, инсоляции и варикозной. Инсоляция, да. С варикозной болезнью загорать можно, но только, естественно, в утренние и вечерние часы и по времени ограничено. Длительное нахождение на солнце, оно само по себе может привести к перегреву, к потере жидкости и сгущению крови и развитию тоже этих осложнений. Поэтому... Да, все можно, но в меру. Сколько примерно по времени можно позагорать? Утренние часы и вечерние часы, около часа. Около часа, часик утром, час вечером. Да, я думаю, что это сильно не повредит. Да, кому-то, может быть, еще в отпуске пригодится. Такая помощь, такой совет. А вот про аспирин еще пишут, что вроде как тоже как-то может помочь. Ну аспирин – это препарат ацетилсалициловой кислоты. То есть та же самая витамин С, да? Нет, это абсолютно разные вещи. Витамин С – это витамин С, а аспирин – это ацетилсалициловая кислота, которая разжижает кровь. Она принимается и назначается не для лечения самой варикозной болезни. То есть она тоже не убирает вены, не сужает их, не повышает. Опять-таки борьба с симптомами. Она уменьшает вероятность развития осложнений, грозных осложнений в виде тромбозов. Поэтому при выраженных варикозах и у пациентов старше 45 лет препараты аспирина назначаются. Но все опять-таки это через лечащего врача, через консультацию. Самостоятельно, конечно, лучше никаких препаратов себе не назначать. Потому что у любого препарата есть и противопоказания, и побочные эффекты. И поэтому надо все оценить в комплексе. Про баню еще мне договорили. То есть греться тоже лучше не надо? Если варикоз еще на начальных стадиях, то, в принципе, посещать бани можно. Но тоже ограничить период нахождения прогрева и исключить все-таки парение ног. Что тоже может провоцировать осложнение варикозной болезни. Вы так говорите, что если варикоз, чтобы облегчить состояние компрессионное белье, в баню не ходить, обтягивающие не надевать. А на самом деле как сделать так, чтобы не допустить ситуацию до такого? Может быть, возможно, хирургическим путем это все предотвратить? Хирургический метод лечения уже применяется на более поздних стадиях. Когда действительно без него уже не обойтись, и очень высокий риск осложнений. А компрессионный трикотаж – это вещь очень полезная все-таки. И она дает эффективность. Ну, вот мое мнение, что эффективность 50% от всех применяемых методов. Эффективность от компрессионного трикотажа дает вот такую цифру. То есть даже есть симптомы, нет симптомов, в любом случае это полезно носить, как Вы считаете? Если есть начальные признаки расширения вен, если появляются симптомы, такие вот, то компрессионный трикотаж все-таки обязательный. Это может задержать, отложить время, когда потребуется операция. И облегчить симптомы все эти. Все-таки с компрессионным бильонтом как-то, на мой взгляд, как-то все равно это не очень удобно. А почему важно так, когда хирургическое вмешательство возможно только на поздних стадиях? Почему нельзя это раньше предотвратить? Ну, все-таки операция – это инвазивный метод. Это вмешательство. Это вмешательство. Как бы мы ни старались сделать все правильно, все равно любая инвазив сопряжена с риском. То есть тут надо взвешивать все за и против. То есть когда возможно обойтись без операции вначале, и можно скомпенсировать все эти симптомы с помощью компрессионного трикотажа, фармпрепаратов, то операция, в общем-то, и не показана. А вот эти вот сеточки, про которые вы говорите, возможно их как-то убрать, удалить? То есть сеточки на ногах, то есть тут надо тоже понимать, что это может быть начальным проявлением варикозной болезни, а может быть связано и не с варикозной болезнью, то есть с патологией именно капилляров на уровне кожи. Так же, как такие же сеточки бывают на лице. Это ведь не связано с варикозной болезнью. Слабые капиллярчики, да. Вот, поэтому вот сама эта капиллярная сеть, она чисто имеет косметический дефект, как бы в них не происходит такого застоя, и не может нам вызывать таких симптомов, как тяжесть, отечность, судороги, всё. То есть это просто косметическое такое? Нет, если это как проявление, начальное проявление варикозной болезни, вот эту сеточку можно убрать, есть методы и лазера, терапии, и электро. Проявление коагуляции. Вот, но надо понимать, что если это связано, вот развитие этой венозной сеточки с начальным стадем варикозной болезни, то через какое-то время она появится снова. Вот. Если это связано с патологией капилляров на уровне кожи, то это будет значительно и косметически хороший эффект, и длительный. Вот, поэтому вот если это связано с варикозной болезнью, убрав сеточки на начальной с целью косметики, если носить компрессионный трикотаж, то они, 50% вероятности, не появятся. То они могут появиться, но значительно позже. А если второй случай, вот как вы говорите, патология капилляров, нужно какое-то дополнительное лечение? Ну, это если связано с чисто патологией на уровне местной, на уровне кожи, то... То есть это может быть именно такой местный эффект, да? Чтобы она здесь появилась и больше не появится. Да. Ну, такое крайне редко, конечно. На ногах это редкость. Конечно, чаще это проявление, начальное проявление варикозной болезни. Угу. Идём дальше. Лечение хирургическим вмешательством. Ну, вообще, как лечение происходит варикоза? То есть человек обнаружил у себя, к примеру, сеточку, да, либо уже последствия вот этого, да, то есть отёчность в лишии вены, не дай бог, да, и он обращается к врачу, да, например, к вам. Да, ну, вы уже, наверное, оперирующий хирург, да, какие-то предварительные специалисты существуют, да, которые к вам уже направляют. Что с этим человеком происходит? Ну, если возникает всё-таки потребность хирургического вмешательства, то есть когда довольно высокий риск развития осложнений, то применяются хирургические методы лечения. Их на настоящий момент довольно много. От мини-инвазивных до традиционных способов, то есть до полного удаления расширенных вен подкожных, нижних конечностях. То есть именно ту вену, извините, что первое, именно ту вену, которая выделяется, именно её удаляют? Ну, как не специалисту, я не знаю, объяснить сложно. Да уж, как-нибудь. Ну, суть патологии при варикозной болезни в том, что разрушаются клапаны, и происходит заброс крови, обратный ток с расширением системы подкожных вен. Вот, и операции направлены на то, чтобы исключить вот этот заброс в большие основные стволы и притоки подкожных вен. Поэтому суть операции одна, что при мини-инвазивных, что при традиционных методах, вот только достигается это разными способами. Вот, мини-инвазивные операции, они возможны и в амбулаторных условиях, вот при наличии соответствующего оборудования. Вот, они производят склерозирование изнутри сосуда, основных стволов подкожных вен, и прекращается в связи с этим заброс. Так, а теперь для тех, кто не в теме, что такое склерозирование? Склерозирование – это, ну, сваривание, так скажем, вены изнутри. Либо физическими методами воздействия, лазерной температурой, либо химическими склерозантами. Вот, то есть тут должен быть индивидуальный подход. Когда, в какой стадии, какой метод лечения применить. Вот, в начальных стадиях заболевания, когда имеется не так большое, не так выраженное расширение вот этих вен, когда немного по площади вот этих узлов, то возможны и склеротерапия, то есть отдельное склеивание вот этих расширенных венок. И, естественно, обязательно устранение заброса в основной ствол. При более выраженных уже расширенных венах тоже сейчас есть методики эндоваскулярные, которые позволяют склеивать изнутри уже более вены более крупного диаметра. Ну, когда уже нет возможности для такой терапии, ну, необходимо применять операции открытые. То есть по удалению полностью вот этих всех расширенных вен. Ну, с использованием мини-хлебоктомии тоже косметический эффект довольно неплохой. То есть жубчиков там будет, ну, практически не будет, наверное, да? Будут, но маленькие. Маленькие, незаметненькие. Со временем практически незаметные будут. Ну, длительность операции, так может, тоже, в зависимости от метода, различная? Ну, каждый хирург никогда во время операции не считает время, сколько он это потратил. Ну, конечно. У него другие категории размышленные. Операции не так сложные, как кропотливые и всё-таки долгие. По времени это не быстро происходит. Вот. Нам необходимо качественно выполнить все основные этапы, чтобы у человека в последующем как можно меньше была вероятность развития рецидива, то есть повторения, расширения вен в других местах. То есть вы видите даже такую некоторую гарантию сможете дать, что минимизировать стараетесь до возникновения рецидива в этой вероятности? Если выполнять все основные этапы, которые необходимы, то да. Ну, пациенты наверняка мыслят иными категориями, чем хирурги. После операционного восстановления, как оно происходит, долго ли оно происходит? Реабилитация, конечно, зависит от метода операции. То есть вот при мини-инвазивных методах реабилитация происходит быстро. Довольно быстро. Это две недели примерно так вот. Всё это время, две недели, пациент находится в медучреждении? Нет, конечно, нет. При мини-инвазивных методах, я уже говорил, что это возможно и в амбулаторных условиях, и на дневных стационарах. То есть минимальное количество нахождения круглосуточного в медицинском учреждении, и потом наблюдение амбулаторное. При более тяжёлых случаях варикозной болезни с выраженными, когда имеются и язвы уже на ногах, приходится таких пациентов оперировать, чтобы избавить от этих язв. То есть тесный период реабилитации дольше. Но обычно после операции даже открытой пациенты находятся в стационаре около недели. Не очень много. Если есть возможность, то есть пациент проживает недалеко, и близко доступна медицинская помощь, то, в принципе, можно отпускать и раньше, но под контроль, чтобы был доступен для осмотра пациента. Что можно и что нельзя после операции? В плане каком? В плане, ну вот эти же самые солнечные ванны, бани, бассейны. Нет, ну после операции тут, естественно, никаких таких физических воздействий абсолютно не показано. Ни солнечная ванна, ни бассейн пока не заживёт. А после того, как заживёт? После заживления, в принципе, человек может вернуться к обычной жизни. То есть даже человек, который поступил на хирургический стол, будем так говорить, с довольно-таки устоявшейся стадией варикозного заболевания, после операции может вернуться к своему обычной жизнедеятельности, да, вот, и ездить себе, пожалуйста, на пляжах, да, валяться и в баню ходить. Правильно? Да, и в баню ходить можно, и на пляж ходить можно, но всё в меру. А физические нагрузки? Физические нагрузки, тяжёлые физические нагрузки вредны, как при развитии варикозной болезни, так и после операции. То есть избыточные нагрузки, которые вызывают повышенное давление в брюшной полости, это всё давит на сосуды нижних конечностей и провоцирует. То есть лёгкий фитнес, да, возможно? Лёгкий фитнес, да, возможно. Замечательно. Да, и давайте ещё поясним, кому можно обратиться, в частности, вот в больнице номер 2, Кировской городской больнице номер 2, для того, чтобы получить какое-то заключение, либо, в крайнем случае, направление к вам. Что это за специалисты, как к ним можно обратиться? Ну, вообще у нас в Кировской области уже система давно отработана. То есть любой пациент с имеющимися у него проблемами с ногами, в том числе и с варикозной болезнью, может обратиться в любую поликлинику, где есть хирург, его посмотрят, могут проконсультировать также с сосудистым хирургом. То есть записываться именно к хирургу нужно? Ну, на приём надо идти сначала к хирургу. Если есть необходимость, консультация ангия хирурга, то есть сердечно-сосудистого хирурга, особенно в сложных случаях. Если амбулаторного у пациента, или даже после длительного наблюдения, консервативного лечения возникает необходимость в операции, таким пациентам даётся направление на стационарное лечение, на оперативное лечение. Таких больниц у нас по городу несколько, в том числе и наша больница. По направлению из поликлиник, пациенты приходят, у меня ведётся отборочный приём для операции, я их осматриваю, ставлю на очередь, пациенты обследуются амбулаторно, ложатся, оперируются и дальше наблюдают себя в поликлинике. Точно так же, как и в других больничках города Кирова. Да, ну что на этом мы вынуждены закончить. Итак, при случае, если у кого-то есть, да, там кто-то обнаружит у себя подобные симптомы, возможно обращение к хирургам, да, как мы сказали, в любой поликлинике, в принципе, есть хирурги, которые принимают. Ну дальше, кому-то, может быть, повезёт попасть к нашему сегодняшнему гостю, да, он поведёт в кавычках, наверное, да, всё-таки. Константин Владимирович Койков, это врач-хирург, заведующий хирургическим отделением Кировской городской больницы номер 2. Спасибо большое, Константин Владимирович, за подробный, интересный, вновь, да, повторение, мать учения, рассказ про варикозные заболевания, варикозное расширение вен. Всем вашим пациентам выздоровления скорейшего, успешных вам операций, да, и ждём вас снова в метеомии у нас в студии. Спасибо. Спасибо, будьте здоровы. До свидания. Слушайте доктора. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь у специалиста.